Здравствуйте. Я к вам в гостях. Во-первых, поражен невероятной красотой гимнодотеки. Я ошарашен. Я подумал, не в тот дом попал. Уже хотел выходить. Неужели правда гимнодотека? Это вам огромная благодарность выражаю. Я сам их ставлю. Ну как бы сказать, я прочтел десятки тысяч книг. И начинаю по новой. Это раз. Теперь, значит, почему мы здесь? Можно было бы сказать, что ради того, чтобы похвастаться, вот они книги. Они уникальны, эти книги. Одну вы уже знаете, я раньше дарил. Дарю от всей души. Какое-то количество людей их прочтет. И от них будет какая-то польза, в том числе и библиотеки. Но открываю секрет, который я даже никому из вас не говорю. Я здесь потому, чтобы отдать должное, отдать долг памяти вот этим людям. Потому что я сюда приехал не то, что на готовое. Я потом продлил все это и сделал еще деревья, еще краще. Но это потом. Но когда я, Железов, сюда приехал, в Металлорг с Норильска, вот, вот, шок дичайший. Вот. И я должен сказать, что в то время творили уже вот эти люди. И вот. И только для того, чтобы назвать их фамилии, пожалуйста, пусть это услышит весь Красноярский край, Хакасия. Вот. Это уникальные люди. Если бы их не было, и меня бы тут не было. Ну, был бы там пенсионер. И все. Итак, фамилии называю. Боднар, Царство Ему Небесное. Бородич, Царство Ему Небесное. Бойкова, слава Богу, жива. Вот. Бойкова и Байкалов, Царство Ему Небесное. Вот эти двое, это ученые. И вот. Бельтяевский, Левицкий, Сосников, Жестовский, Защитина, Филиппев, Тотаров. Вот. Значит, живые и ушельшие от нас. Так. Я это называю, и хочу, чтобы как-то мои слова хоть какой-то интерес возбудили. Не только книги, но мои слова. О том, что в свое время был совершен невероятный народный подвиг. Это я назвал Сайногорский феномен. Это означает, что подобного не было нигде больше во всей России, включая Белоруссию, Казахстан и Южную Украину. Это был невероятный подвиг. В какой-то момент, 70-80-е годы, ну, еще немножко 90-е, вот, мы были первые, самые первые. У нас были самые лучшие сады. Вот. И все эти сады без единой капли отравы. То, что продается в магазинах. Вот. Я это все досконально знаю. Из Европы приводят, ты знаешь. 40 обработок за лето. А лето, это значит, что каждые 3 дня ядами обрабатывают. Ну, каждые 3-5 дней. Вот это я и хотел сказать. Вот. Но потом, самое уже случилось грустное, люди ушли, а замены нет. Вот почему я здесь. Вот почему эти книги нужны всем. Ну, то есть вы, конечно, получается, приняли опыт вот тех людей, которые перечислили, усовершенствовали, уже новые методики разработали. И об этом вы говорите в своих книгах. Я вот читала «Северный сад». Конечно, меня поразило не только оформление книги, но здесь еще и она ценна тем, что есть дельные советы, как выращивать, как именно основываясь на вашем опыте. Вот эта ценная информация, как другим следует не повторять ошибок или усовершенствовать еще там методику. Может быть, действительно, эти книги помогут вырастить еще новое поколение агроновов, любителей или тех, кто уже профессионально будет этим заниматься. Большая благодарность от библиотеки, от всех жителей города вам, потому что эти книги ценны для нас. Действительно, по садоводству, вообще по сельскому хозяйству в библиотеках не так много книг. А учитывая то, что у нас здесь Сибирь и, можно сказать, клиент такой суровый, и вот таких книг вообще наперечет. У нас еще журналы тоже дарятся? Да. Спасибо. Вот, даже можно читателям кому-то и подарить тоже, кто особо увлекается, то есть такое количество экземпляров. И я думаю, эта информация очень ценная, конечно, будет для читателей. А еще хотелось бы отметить, чтобы прям так точку, получается, нам дарите. У нас буквально 14 февраля отмечается день, такой праздник для влюбленных чтений, Международный день книгодарения. Вот. И ваши книги, они как раз буквально подоспели к этому дню. Это очень приятно, очень ценно для нас. Мы вас благодарим. Спасибо. Я бы мог теперь начать как-то 4 тысячи первую лекцию, но, наверное, это уже хорошо бы еще раз встретиться, да? Я вот здесь вот вообще открыла, когда вот это вот у вас третья книга, да? Эта? Вот это первая у вас книга была. Первая, вторая. Вторая. Вот вторая у нас нет. Здесь Двенобельские премии. А? Ну, это так между нами. Ну, вот так. Вот вторую я не успела посмотреть еще. Ну, вот третью, здесь вот все подробно. Это энциклопедия. Это энциклопедия, причем настоящая, не искать. Да, то есть тут мало того, что есть описание само, как выращивать деревья. И снабжено фотографиями, вот открыла и просто поразилась вот эта вот фотография, настолько урожая вот яблок, настолько... Это одно дерево, вот то, что вы видите. Я почему-то и подумала, что с одного дерева, а почему вот просто буквально рот открыла удивление. Еще так рядом с поленицей сфотографировано, что одно другое подчеркивает шикарно. И вот абрикосы, персики. Вообще до сих пор поражаются вот знакомые там из других регионов, кто живет. Вот что у нас в Сибири, вот здесь вот такие шикарные цифры.